приветствую вас земляне с вами снова сенсей хочу сегодня рассказать вам про жесткие диски про windows 10 наверное скорее всего и жесткие диски почему они пропадают почему их не видят и так далее обзор будет короткий самые такие тонкости я вам подскажу почему да как но хочу всех значит поздравить мужчин с наступающим 23 возможно вы не будете меня видеть 23 поэтому заранее хочу вас всех поздравить берегите себя и своих близких но не забывайте заходите на мои каналы значит рубрика у меня многие уже знают значит софт рубрика у меня значит игры и немного по железу вот мои каналы заходите давайте пообщаемся поддержите канал подписывайтесь ваши подписи много значит для меня чтоб я не загнулся ну давайте теперь сегодня поговорим вот не видит жесткий диск и так далее значит в новой десятке те для тех сразу скажу кто видит мои смотрит мои ролики вот я в какой-то степени рекламирую винду который полностью все вырезано вот именно сейчас хочу обратиться к ним если у вас какие-то проблемы возникают при вырезе там всего отключается сама служба сейчас мы зайдем и я вам все покажу значит где у меня службы так если я не забыл где находится значит эта служба она при когда лопатки все вырезает она сама как-то у нее отключается по моему даже и сам не знает почему но и дело не в этом дело в том что когда вы его установили эту винду который я пользуюсь вот это не растущие там на сайте можете посмотреть вот она здесь видите у меня почти все отключено но эта служба так службы господи как она называется хотел ведь заранее посмотреть она отключена у него то есть она получается так 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 вот оптимизация дисков эту службу это она наверное будет включена везде вручную вот так вот но здесь ее надо будет включить когда у лопатки на выставить и да и у вас какие то проблемы произошли с дисками и так далее я сразу и включаю здесь ставлю вручную применить и тогда значит вот и она должна быть включена в любом случае потому что чтобы работать с дисками она должна быть вручную ну значит бывает такое вы значит форматировали диск или поставили новый диск какой-то до купили приобрели жесткий диск значит вы когда входите в винду у вас вот этих дисков нет куда не делись непонятно в новых виндах сейчас да наверное уже как новых наверно уже давно это есть значит как этим подключить их для тех кто не знает потому что многие это все знают и не надо мне тут это писать что да это давно я делаю для тех кто не знает значит административные администрации значит заходим до управление компьютером зашли сюда управление дисками они вот здесь будут видны у вас я сейчас точно не помню они короче видны будут вот здесь они будут видны но там не будут видны надо на них ткнуть значит свойства они так вот сюда да вот сюда по моему насколько я помню какие диски не видны и вот это импорт чужих дисков здесь вот такая строка есть и он подключится у вас появится сразу еще бывают проблемы связанные с с буквами там буквы что-то еще что то то есть диск вот он здесь виден да здесь вы подключили надо поменять букву если есть такая возможность вот вы сразу ставите импорт дисков чужих дисков раз это в основном когда вы перестанавливаете винду они наверно будут сами подключаться скорее всего потому что прописывается на других дисках но когда вы ставите эту службу как служба безопасности когда вы ставите другой какой-то диск чужой например или какой-то левой винду вот его на и новую поставили там тем более на новый сидером там ссд-шку там или еще на какой-то вы поставили а у вас раз и не видит и вы подключаете значит внешние у вас тоже не видит сюда заходите там смотрит подключение чужих дисков раз и все будет все отлично есть еще одна программа значит хочу вам показать это работа с дисками вы что-то там попытались у вас не получилось нужно поставить эту программу вот она вот вот как называется у меня через команду мы значит ее устанавливаем и работаем с ней она хорошо исправляет ошибки вот значит исправляет ошибки можно отформатировать задать другой раздел если вы будете делать новые тома хочу сразу предупредить вся информация сотрется поэтому будьте особо осторожны вот видите все диски здесь здесь можно все разбить и переделать как угодно вы можете это сделать и здесь и через эту через административа не значит через это можете сделать до управления и так далее там тоже можно менять но здесь более доступны и удобно без всякой всяких заморочек все очень просто делайте например там разбив куда разъединить соединить здесь все есть и выполняйте здесь появляются команды у вас например там разъединить там да вы что-то сделали у вас команда появляется вы можете ее убрать лучше делать по одной команде то есть одну сделали и дальше продолжили сделала на команду продолжим потому что есть перезагрузки и так далее хоть и они навороченные сейчас это эти все программы и так далее винда у вас навороченные там еще что-то лучше делать по одной программе то есть вот одну выполнили следующую одну выполнить следующими разделяет они все у меня вот все диски видите вот так вот они у меня выглядят динамические все это базовый есть еще локальные но локально здесь больше прописывается в локальных дисках я стараюсь чтобы не задействуйте вот почему потому что как я понимаю вот у меня c диск работает да мне не нужен этот диск он отключается но когда там прописано всякой дрянь как локальный он тоже работает понимаете он тоже пытается там чуть хренатень какую-то считывать и так далее у меня вообще они отсоединены поэтому кого так отсоединены или кто диск диск переустанавливает меняет дисковод там еще что-то у вас обязательно это импорт чужих дисков обязательно вам понадобится без этого никак вот эта программа очень хорошая вот она как называется вот там на сайте можете зайти посмотреть и кто будет пользоваться значит вы на любом сайте можете посмотреть там везде почти все одинаковое я уж так просто youtube открыт вот здесь как создать диск тоже эта программа тех основателей вот это очень полезная прога обратите внимание очень полезная прога windows она вот именно делать по обрезкам особенно вот по обрезным windows и вот например самый быстрый уэс да вот они растущие там все вырезано вот там нету восстановление вот это восстановление там 10-15 минут и вас опять девственный диск очень удобно форматируете болванку свою ставить лучше на маленькие размеры то есть вот например у меня было как я вот сейчас новый прикупил вот для винды а у меня был вот этот вот вот этот сгорел но другой сгорел вот этот у меня здесь значит я разделил 20 даже 15 гигов и все остальное место и я только создавал 15 гигов то есть вот этот диск у меня был 15 гигов вы не сможете ни на какой сборке сделать 15 гигов кроме как вот на этой которые вам говорю кроме как вот на этих которые я пользуюсь вот вот такие вот вот они то есть мало места у вас 15 гигов достаточно будет почему потому что здесь вырезан кэш кэш вырезан и она сама по себе не растет она вырастет там на гек полтора вы раз почистили она опять такая же детственная а если вы с кэшем будете качать там есть всякие сборки там все вырезаны обрезаны я возможно повторяюсь но я не делаю только для тех которые уже все знают я делаю тех для тех те которые сейчас только в первый раз услышит и увидит что такое не растущая обрезанная сборка вот можно даже диск иметь на флешке и она никогда не будет расти на гек она болтара максимум даже полтора наверно не будет 500 мегабайт 700 но если вы дрова постоянно будете менять она будет расти новые этой программы если почистите вот этой вот ей нужно всегда после драйверов всякую мусор она удаляет вот смотрите я чистил и по моему с утра но он видите сколько мусора но он удалился и все и меня опять та же самая винда так что заходите посмотрите что это такое вон 219 мегабайт все это папка не растет это основная папка который везде она выдрищивает на на многие гига поэтому вам даже флешки хватит для вину флешка она медленно работает поэтому это так чтобы флешку где-то вставил на работе расчет там полазил тебе посмотрел так вот у меня здесь 50 гигов да но бывает я что-то перекидываю временно туда-сюда на обычно вот так подкачка я включаю про подкачку тоже там посмотрите все есть у меня на сайте где-то у меня и подкачка там есть подкачка значит нужно для 2к по любому сразу вам говорю где-то здесь у меня есть подкачка включайте обязательно подкачку для 2к на мощном железе это надо обязательно где-то у меня тут на сайтах есть есть немного это как и вот такие дела значит что я не сказал значит для работы с дисками вот это очень хорошая программа но если вы переустановили винду совершенно новый диск вот не видит диски туда заходите им потерь им пор портируйте значит чужие диски вот такие дела всего доброго до новых встреч заходите на мой канал и подписывайтесь поддерживайте ссылки под видео заходить по ссылкам всего добра берегите себя